Моделирование стула кабриоля Создадим заготовку нужного профиля с конусом 2 градуса. Отсечем половину вдоль для удобства и скопируем округлую поверхность. Придадим ей толщину, переведем в листовой материал и развернем сгиб. На полученной плоскости сформируем произвольный узор. Дополнительно сделаем массив полусфер вдоль ибра симметрии. Произведем повторный сгиб плоскости с узором и комбинирование тел. Далее выдавим опору ножки со скруглениями. Применим три раза операцию сгиб для придания детали характерного профиля. Зеркалим тело. Сформируем из опора силуэт копытца поворотом плоскости на 30 градусов и скруглением ребер. Обрежем верхнюю грань и выдавим полученную плоскость на 40 миллиметров. Расположим ножки в сборке и перейдем к созданию сиденья. На эскизе контура для удобства проставим длины дуг скруглений. Укажем их сумму как длину профиля заготовки. Выдавим деталь. На эскизе фигурного выреза укажем размеры дуг, скопировав их с основного контура. Создадим узор на вертикальной плоскости детали. Сделаем последовательно три операции сгиб, использовав в параметрах размеры дуг скруглений и их диаметры. По такому же алгоритму построим остальные детали. Учитывая, что задние ножки стула смещены на 15 градусов к продольной оси. Зеркалим боковую деталь. Расположим сиденье в сборке. Спроецируем контуры ножек, выдавим. Создадим подложку под подушку сиденья. На продольной плоскости сделаем эскиз молдинга и сдвинем его по контуру. От внешнего контура верхней плоскости молдинга сделаем операцию лофт, указав второй тип окончания, для сглаживания вершины. Сделаем выдавливание для заполнения образовавшейся полости. Перейдем к созданию элемента декора. Выдавим прямоугольник, сделаем скругление торцевого ребра. Методом непосредственного редактирования повернем плоскости на нужные углы. Создадим скругление на угловом ребре с переменными радиусами. Зеркалим тело. Сделаем несколько копий деталей с разными углами и радиусами сгиба. Снова зеркалим и скругляем начало вращения. После примерки масштабируем декор с коэффициентом 0,35. И сгибаем его по радиусу окружности сиденья. Разместим декор в сборке и перейдем к созданию спинки. Для этого возьмем копию ножки и изменим на ней радиус изгибов. Создадим рабочую плоскость под углом 60 градусов к продольной. И отметим на ней дополнительные линии сгибов. Согнем по ним заготовку. Спроецируем из сборки эскиз с контурами задних ножек. Создадим по нему плоскость вертикальной симметрии. Замкнем спинку операции лов. Подуге на 3D эскизе сопряженной с ребрами детали. На втором 3D эскизе спроецируем ребра подушки спинки. Создадим поверхность и придадим ей толщину. Скомбинируем тела и с огнем. Разместим спинку в сборке. Вы хотите стульев? Их есть у меня.